Очень длительный. И вот замечательная картинка, которая, французская картинка, которую мне удалось найти, она показывала те перспективы, которые в начале прошлого века видели ученые при, ну, скажем так, визуализации микромира и представляли себе вот такие активные действия по отношению к нашим, ну, нельзя сказать, что младшим собратьям. Наверное, это мы являемся по отношению к ним младшими собратьями, которые, как показывает уже нынешний опыт, нынешняя жизнь, регулируют наши отношения с окружающим миром. И начать я хотел бы с двух вот этих эпиграфов, которые мне очень понравились и которые, наверное, описывают и дают понимание о том, о чем мы с вами уже постоянно говорим. Это первая мысль о том, что микроорганизмы являются частью генома суперорганизма и с помощью этих организмов мы с вами общаемся с биосферой. И, наверное, очень правильная идея в том, что микробы различные, они являются, наверное, не только, ну, как мы считаем, пусковым моментом наших взаимоотношений с биосферой, но и свидетелями тех коллизий, которые развиваются в нашем организме после того, как мы начинаем свое сопротивление этому внешнему воздействию. Наше взаимодействие с микромером достаточно разнообразно и, наверное, это является одним из камней преткновения нашего понимания наших отношений, потому что зачастую мы считаем, что любое проникновение каких-то инородных частиц, будь то вирусы, будь то простейшие, будь то микробы, будь то грибы, является, ну, актом агрессии, по отношению к нам, забывая, что мы живем в этом мире, что они значительно старше нас, что они значительно эволюционно развиты, значительно умнее. Мы часто принимаем колонизацию за инфекционный процесс, начинаем пытаться агрессивно вмешиваться в метаболизм, в размножение микроорганизмов, чем впоследствии создаем себе огромные причины. Сегодня уже упоминалось имя замечательного ученого Верхова, который описал воспаление и которое, наверное, является той мишенью, которая нас с вами интересует, а не те остальные процессы проникновения колонизации, даже иногда бактеремии, на которые мы должны с вами активно воздействовать и все время, все время пытаясь получить какой-то эффект победы. Не понимание сотрудничества, а именно уничтожение, что заведомо приводит, ну, скажем так, к нашему проигрышу. Вторая огромная проблема состоит в том, что мы забываем о том, что инфекция, сама инфекция, это совершенно неравнозначное понятие с понятием сепсис. Конечно, не бывает сепсиса без инфекции, но наличие инфекции, и сепсис вообще не инфекционное заболевание, это надо точно тоже четко понимать. И вторая вещь, о которой мы вчера говорили достаточно много, что наш ответ на инфекцию и наше течение септического процесса, оно бывает совершенно различным, но, к сожалению, мы пытаемся в силу того, что мы пытаемся получить какие-то доказательные результаты, мы пытаемся найти одну или несколько линий, не забывая о том, что все мы с вами различаемся и генетически, мы различаемся на уровне нашего метаболизма, на уровне нашей реакции, и, наверное, эти проявления могут быть различными у разных групп пациентов с различным ответом на встречу с тем или иным микробом или микроорганизмом, лучше, наверное, сказать. Динамика развития сепсиса и эволюция этого состояния, она проходит все этапы взаимодействия, и только уже тогда, когда развиваются на фоне гипервоспалительные реакции, ну, различных типов генерализованного воспаления, скажем так, возникают органные дисфункции прогрессирующие, тогда мы имеем право говорить о сепсисе, что сказано в российском определении сепсиса, которое представлено внизу и, наверное, является одним из самых полноценных на данное время существующим. Мы перестали делить пациентов на тяжелых септических больных, мы определились в двух понятиях, это сепсис и септический шок, и, наверное, нам четко нужно понимать, о каких категориях больных в данном случае каждый раз идет речь. Соответственно, этому мы должны подбирать имотерапию. Вчера уже Владимир Витальевич очень много говорил о эпидемиологии сепсиса и делении реанимации, но я не могу не привести вот эти данные, которые, когда я их нашел, на меня произвели достаточно серьезное впечатление, потому что, если читать какие-то разрозненные работы, нам кажется, что наше понимание, ну, по крайней мере, за ближайшие 10 лет развития науки значительно расширилось. Это должно было привести не только к развитию теоретической базы, но и развитию различных стратегий и тактик борьбы с этим процессом. Но, тем не менее, даже в очень развитых странах, которые приславлены на слайде, динамика и 30-дневной, и 90-дневной летальности при сепсисе и при септическом шоке совершенно не меняется за последние 10 лет. Что уже говорить о странах с не очень финансированным травмохранением, скорее всего, здесь мы получим и получаем, если бы была адекватная статистика, получим совершенно некрасивые цифры. Мы не должны забывать такую вещь, что без нашего с вами вмешательства сепсис является процессом, который течет всегда в одну сторону. Сепсис не останавливается, самоизлечение при сепсисе невозможно, и поэтому в наших руках находится ранняя диагностика, адекватное, быстрое и раннее начало, и профилактика, конечно, госпитальных инфекций, о чем мы с вами сегодня более подробно будем разговаривать. Наверное, чтобы как-то более аргументированно и детально говорить о процессах, которые мы можем с вами совершить, надо разделить инфекцию и жизнеобеспечение при септическом процессе. Сегодня мы с вами будем говорить об инфекции, об управлении инфекцией, об очаге инфекции, и, наверное, все эти процессы можно условно разделить на определение пациентов с фенотипом сепсиса и септического шока, на гемокультивирование, то есть понимание о борьбе с каким возбудителем идет речь, о его массе, о микробной нагрузке этого возбудителя, о эмпирической антибиотикотерапии, санации очага инфекции, контроля за этим очагом инфекции, о дисковиционной терапии, таргетной терапии и использовании современных маркеров воспаления, на которые мы с вами ориентируемся. Еще раз повторю свою мысль. Не все пациенты, которых мы с вами подразумеваем, и пациенты с инфекцией, являются теми пациентами с сепсисом, для которых применимы те исследования, исследования, посвященные с 2004 года, когда мы с вами говорили о первых шести часах, необходимых для вмешательства, потом о первых трех часах, которые значительно улучшали наши результаты. Теперь мы говорим о золотом чаще, в котором мы должны успеть пациенту, скоррегировать его состояние, забрать пассив в крови, начать антибиотикотерапию. Наверное, это одна из причин того, что мы не получаем желаемые результаты при применении подобного рода стратегии у всего полупациентов, которых мы считаем пациентами септическими. Наверное, нам нужно обратить внимание больше на детализацию. Диагностики, о которой тоже вчера говорилось, на выделение каких-то определенных групп, для которых каждая из отдельности этих тактик или их комбинированное применение будет наиболее полезна в определенный момент времени, в определенном состоянии этих больных. Итак, гемокультивирование. Казалось бы, методика разработана давным-давно. Ныне развивающиеся новые нанотехнологические различные исследования, ПЦР-диагностика должны были с собой перекрыть эту методику. Тем не менее, все мировое сообщество признает, что гемокультивирование осталось пока на своем месте. Основная цель этого процесса не просто получить рост определенной культуры, понять, что это за культура, определить различные концентрационные характеристики микробные. Но самая главная цель, для чего нам это нужно, нам нужно четко понять, выбрать дальнейшую таргетную терапию. Эта методика дает нам чувствительность. Опять же, мы можем определить чувствительность различных препаратов. И в настоящий момент при развитии столь выраженной антибиотикорезистентности актуальность ее все равно не меняется. Как вчера уже говорил Вадим Витальевич, борьба с инфекцией, лечение пациентов с эпсисом, это совершенно не только задача команды, вернее, отделения интенсивной терапии. Это командная работа, которая очень важную роль играет и лабораторные службы, это и БАК в лаборатории, и лаборатории клинической и биохимической лаборатории. Каждая должна ставить свои задачи, и каждая должна отвечать за свой участок работ, на который клиницисты не должны тратить времени. В нашем институте БАК в лаборатории выполняет свои задачи достаточно успешно. Единственное, о чем, конечно, бы хотелось мечтать, я думаю, что, наверное, где-то в учреждениях это очень развито, активно. Я знаю, например, в институте нейрохирургии Бурденко это активно. Сделано это исследование бактериальной картины, даже по отделенческой. Мы знаем эти профили заведомо. В нашем институте эта работа только начинается. Я думаю, что в дальнейшем она будет развиваться, мы получим очень интересный результат. Итак, кому и когда мы должны делать посевы крови? Вчера уже обсуждался вопрос о том, что, наверное, те показания, которые были лет 10-20 назад, они устаревают. У нас есть более детальные методы диагностики. Тем не менее, на наш взгляд, особенно в странах, где финансирование медицины не столь высоко, чем больше внимания мы будем уделять риску возникновения инфекции, тем больше мы охватим группу, извиняюсь, группу пациентов с подозрением на инфекцию, тем больше и лучше результат в последующем мы получим. Пусть мы возьмем несколько лишних посевов, пусть мы пациента с лихорадкой, который не имеет отношения к очагу инфекции, мы возьмем у него посев, в последующем мы не воспользуемся этим, но мы, по крайней мере, охватим больше орел этих больных и получим более тщательную диагностику. Тем более, что по данным уже совсем современных исследований, мы отмечаем наличие живого микроорганизма в посеве чаще всего, ну, в лучшем случае, в 50% случаев. Плюс еще существует некий достаточно большой процент загрязнений проб, которые мы с вами берем, и об этом мы поговорим позже. Отсюда, естественно, уменьшается точность этой диагностики. Сроки сбора образцов. При отсутствии антибиотикотерапии во время всплесков лихорадки, это рекомендации 1996 года, в течение 36 минут после интервала между образцами, тем не менее, последующие исследования, лабораторные исследования клинические показали, что вероятность высевания не была значительно увеличена, если мы с вами возьмем, или уменьшена, как-то изменялась, если мы с вами возьмем посев крови у пациентов с разницей в несколько часов, даже в течение суток. Не обнаружено в исследованиях, как эти образцы собирались, собирались одновременно, или они собирались последовательно в течение нескольких часов. Точно так же, но при этом очень важным остается такой момент, как мы обрабатываем поверхность, кожные поверхности, чем мы обрабатываем, какой антисептик мы с вами используем. На настоящий момент спиртовой раствор не менее 2% хлоргексидина занимает первое место, и он рекомендуется для обработки поверхности и пробок, крышек, бутылок, в которые мы будем эти образцы переносить. Откуда рекомендуется брать в настоящий момент посевы крови? Это периферическая вены пункция или катетер, но надо понимать, что если бактериальный посев, взятый из центральной линии, растет как минимум на 2 часа раньше, то по сравнению с посевом, взятым из отдельной вены пункции, то, скорее всего, мы имеем с вами катетерассоциированную инфекцию. Чем больше проведены несколько научных изысканий по тому, какой объем крови мы с вами должны забрать. Ну, чем больше, тем мы заберем крови, тем больше вероятность высеять какой-либо микроорганизм. Вот это исследование, культивирование в малых объемах и культивирование в больших объемах подтверждает данный работ. Большинство ошибок, которые составляют как раз те 10%, о которых я говорил выше, составляют ошибки взятия при аналитическом этапе, перед тем, как мы получаем с вами результат, получаем ложноположительный или ложноотрицательный результат, который точно так же имеет место быть, и могут быть связаны как раз с теми процессами, о которых мы с вами упоминали выше. Забор крови, объем забора. На настоящий момент рекомендуется два набора культур. Один из внутривенного катетера, и если он использовался, не менее 48 часов. Один из длинной пункции. Современные среды для гемокультивирования, вот принцип их работы, это выделение производства СО2, они обладают определенными новшествами, ныне существующими, они позволяют лизировать, в них находятся вещества, которые позволяют лизировать стенку лекарцитов, освобождая микроорганизмы, для того, чтобы улучшить и активизировать рост микроорганизмов, и быстрее получить результат. Я подробно не буду останавливаться на механизмах работы этих сред, потому что это, наверное, прерогатива микробиологов, единственное, продемонстрирует те работы, которые доказывают эффективность применения этих флаконов в микробиологии. Эти флаконы существуют как и для анаэробной, как и для аэробной среды, а также для высевания грибков. Далее. Эмпирическая терапия. Об этом вчера очень много говорилось. В каждом отделении, в каждой клинике, наверное, существуют свои схемы лечения, и это правильно, потому что они должны зиждаться на результатах бактериологического контроля, на той специфической флоре, которая существует в отделении, и тех возможностей, которые существуют в данном медицинском учреждении. Всем известная схема, которой мы с вами пользуемся, объяснение основных принципов эмпирической терапии. Вчера обсуждались и были заданы несколько вопросов, а можно ли применять сразу доэскаврационную терапию или обязательно начинать с эмпирической терапии. Ну, конечно, если мы четко уверены, что мы с вами знаем, что мы лечим, то оба этих методов имеют право на жизнь. Схема СКАД, стратегия контроля антибикробной терапии при оказании стационарной медицинской помощи, наверное, должна приниматься у нас обязательно за основу выбора антибиотикотерапии. Мы должны обязательно пользоваться. И вот этот слайд, это скрин с экрана московской конференции, которая проходила в ноябре, он у меня произвел, из доклада Дениса Николаевича Проценко, он у меня произвел достаточно серьезное впечатление, об этом очень много говорилось, но я себе даже не мог представить, что данные таковы. Представьте себе новая клиника, которая только открылась, чистая клиника, в которой не было ни пациентов, ни персонала. И вот за такой короткий период времени, который показан на слайдах, мы, коллеги, получили вот такую антибиотикорезистентность. Это стало основной их проблемой. Даже не только как лечение ковидного, в ковидном госпитале, но вот такая огромная проблема антибиотикорезистентности. Это не единственная работа, которая проходила в России за последние годы. Вы видите результаты, представленные на слайде. Эти результаты угрожающие. И говорят нам скорее о том, что нам надо очень четко задуматься о качестве наших, во-первых, знаний и агрессивности нашей терапии, которую мы бездумно пытаемся применять по всем возможным поводам. Вот это реальная картинка. Я не буду называть учреждения, откуда мне эту картинку дали. Это реальная картинка одной из московских учреждений. Вы сами, данные говорят сами за себя. Что это? Неумение отличить колонизацию от инфекции, завышение показаний к профилактике, продолжительность антибиотикотерапии, нежелание проводить доэскавацию или чрезмерно длинный курс. Ответить трудно. Наверное, все вместе. Но, тем не менее, надо обязательно обратить на это внимание и понимать, что такое вольготное состояние, оно конечно. И у нас может не хватить никаких лекарственных возможностей для того эволюционного процесса, который существует в тех возможностях, которые существуют у микроорганизмов. Еще одна очень интересная работа, которая вышла в прошлом году. Работа посвящена не антибиотикам, работа посвящена последовательной экстракорпоральной терапии эндотоксинового шока. Но в ней существует один очень интересный момент, связанный как раз с антибиотикотерапией. И с этой нашей, ну, наверное, честно, надо называть ошибкой, мы встречаемся с вами каждый день, по крайней мере каждый день. Думаю, что найдет в своей практике такой случай, когда, соблюдая как раз правило золотого часа, пациенту с септическим шоком мы вводим при поступлении антибиотики, получаем развертанную картину неуправляемой рефракторной терапии шока. Ответ очень простой. Мы добиваемся лизис и бактерий и получаем неуправляемую гемодинамику, забывая о том, что, наверное, возможно, и авторы этой статьи предлагают выход из этой ситуации, что, наверное, нужно изначально было бы как-нибудь помочь пациенту экстракорпорально начать сорбировать уже существующий уровень эндотоксимии, а потом вводить уже антибиотикотерапию и начинать уже комплекс тех мероприятий, которые положено делать в данной клинической ситуации. Итак, контроль источника инфекции. Я не буду останавливаться на перечисленных пунктах. Все вы их прекрасно знаете. Тем не менее, я вот вчера мы в Куварах говорили, например, у нас в хирургическом стационаре существует проблема, о которой нельзя говорить хирурги, не абдоминальные хирурги, очень трудно воспринимают такой диагноз, как бактериальная транслокация. И не могут в него поверить. Поэтому контроль источника инфекции, например, в кардиохирургии, где, если у вас не диагностируется пневмония, не катетерассоциированные инфекции, то очень трудно зачастую хирургам объяснить, что источником инфекции является желудочно-кишечный тракт. Это в это верится только тогда, когда появляются уже какие-то факторы локального или развитого перитонита, кишечная недостаточность и, не дай бог, конечно, перфорация. Которые сейчас, кстати, если говорить о коронавирусной инфекции, очень участились на фоне тромбозов мезонтериальных, очень участились у этих пациентов, которые оперируются совершенно по-другому полу. Этот контроль источника инфекции должен быть не только при поступлении, но он должен и проводиться постоянно, постоянно в динамике. Что влияет на скорость перехода к таргетной терапии? Ну, вполне понятно, что это время диагностики, время выделения микробного агента, определение его концентрации, время анализа. Тем не менее, мы должны приблизить эту терапию, сделать терапию point of care, чтобы на нее ориентироваться достаточно эффективно. Цели дискуляционной терапии вчера были прекрасно освещены. Мы должны уменьшить спектр антимикробных препаратов, мы должны избежать давления на микробиоту. Это два основных показания, к которым мы должны стремиться. Я не буду подробно вот эту тяжелую схему, но очень хорошую, на мой взгляд. Я специально ее перевел, презентация останется, ее можно рассмотреть. Это 20-й год, клинические особенности, указывающие на потенциально новые инфекции, применение рациональной противомикробной терапии. Здесь указано все, то, о чем мы сегодня с вами говорили. Что нам в помощь, чем мы можем воспользоваться, и что все-таки как-то нам позволяет ориентироваться, кроме гемокультивирования, кроме какого-то клинического опыта. Это такие маркеры, появившиеся. Это уровень прокальцистанина. Это вполне давно известный цирреактивный белок, и ныне очень модный интерлекин 6, хотя открыто об этом было известно достаточно давно. Единственная вещь, о которой мы с вами забываем, что сегодняшний анализ цирреактивного белка, который мы с вами получили, надо понимать, что это данные позавчерашнего дня. И ориентироваться можно на них с учетом динамической клинической картины. Данные прокальцистанина, которые мы с вами получили, это данные вчерашнего дня или хотя бы вчерашней ночи. Поэтому, когда мы что-то меняем, мы должны понимать, что поезд уже наш уехал. Да, конечно, уровень интерлекина, это уровень интерлекина, который был 40 минут назад. Но точно так же надо понимать, что интерлекин, даже интерлекин 6, который относится к группе достаточно долго живущих интерлекинов, уровень его изменяется в течение нескольких часов. Поэтому тоже нужно следить за динамикой процесса. Эндотоксин, который сейчас можно определить не сам, эндотоксин активности. Эндотоксин нам косвенно может указывать иногда на диагностику грам-плюс, грам-минус инфекции при высоких его концентрациях. Опять же нужно понимать, что то, что мы меряем, мы меряем с вами в крови. Этот показатель не говорит нам о той эндотоксинии, которая у нас находится во всем организме, которая находится в третьем пространстве. Тем не менее, этот показатель достаточно интересен и позволяет нам открыть различные другие новые подходы к таргетной терапии. И, наверное, заключая, я хотел бы сказать, что наше взаимодействие с микромером настолько сложное и настолько динамичное, что, как говорится, с миром по нитке все методы возможной диагностики, все методы клинической оценки, которые мы можем интерпретировать с помощью маркеров, гемокультивирования, клинических показателей, контроля очага инфекции, они, наверное, все будут полезны для того, чтобы мы с вами перестали агрессивно вмешиваться в микромир и получили назад какой-то бэк более теплого отношения наших с вами, не то что сожителей, а наших с вами, ну, друзей, в конечном счете, мы же с вами с ними живем по отношению к нам. Большое спасибо.